Если что, это волчьи мысли, так что я ни при чем, от имени и по поручению серых, кто не согласен быть только злым серым волком, поедающим разных красных шапок и поросят, хотя поросята были вкусными. Волк. Волк-одиночка легкой трусцой бежал по летнему лесу. Ему накануне повезло, и сейчас желудок был приятно полон, а умело припрятанная заначка сулила еще по меньшей мере пару дней безбедной жизни. Он был уже не молод, но еще силен. Просто так сложилось, что этим летом зверь остался один. Ни самки, ни щенков у него не было. В других волчьих семьях сейчас самая горячая пора. Нужно кормить своих маленьких голодных несмышленышей, охраняя их от охотников. Ему в этот сезон ничего этого делать не надо. Можно наслаждаться покоем, заботясь лишь о себе. Это к зиме их стая снова соберется вместе, чтобы было легче выживать. Пока все по своим логовам растят новое поколение. У волка сжалось что-то внутри. Этой зимой он потерял свою подругу. Охотничья засада. Увести от опасности молодое поколение он успел, а она замешкалась. Ох, как он ненавидит людей. Волк стряхнулся, укладывая вставшую дыбом шерсть при этих воспоминаниях. Зачем только природа сотворила этих монстров, не способных ни на что. Чтобы быстро передвигаться, они используют лошадей, и их же бьют хлыстами. Сейчас, правда, у них изменились средства передвижения. Ездят в железных коробках, но и к ним не лучше относятся. Вон сколько их ржавых стоит у дорог. Загонят и бросают. Так боятся окружающего мира, что строят каменные логово величиной с горы, уничтожая все, что им мешает. Вырубают и жгут леса. А как они охотятся? Капканы, ружья, облавы, травля собаками. И делают это не для того, чтобы семью прокормить или защитить детей от опасности. Просто ради забавы. Волк зарычал от этих мыслей, переполнивших его. Перепугав этим белок, прыгающих по лапам ели. Лес жил своей обычной жизнью. Разные звуки, запахи, все знакомо и понятно. Вдруг волк насторожился. Шерсть снова стала дыбом. Клыки обнажились. Ветер принес запах человека. Урчание железной коробки слышалось совсем недалеко. Потом раздался какой-то щелчок. Через пару минут другой, и урчание машины стало удаляться. Все это время зверь стоял замерев и прислушиваясь к посторонним звукам. Он был готов ко всему. Бежать или драться. Втянув в очередной раз воздух носом, волк недоуменно повел ушами. Какой-то посторонний запах доносился до него. Было интересно, что это может быть. Любопытство присуще всем, и сейчас оно толкнуло его на то, чего бы ни за что не сделал, будь у него семья. Ну а теперь он рисковал только своей жизнью. Это была его территория. Зверь знал ее отлично. Там, откуда доносился чужой запах, была старая заброшенная дорога, которой уже давно никто не пользовался. То, что там забыл. Если поставили лагушку, то он должен знать, чтобы потом не попасть в нее. Пока следы свежие, их легко читать, даже если пытались их замести. Волк двигался со всеми предосторожностями. Он чуял человек, но какого-то странного. Да и звуки тоже непонятные. Детеныш, что ли? Но взрослого человеческого запаха волк не чувствовал. Не выходя из густых кустов, зверя глядел интересующее место. Маленькая полянка, заросшая травой дорога, выходящая и уходящая в лес. Под березой в траве лежал какой-то сверток. Такой, в каких люди носят свои вещи. Волк подождал, подождал, но к пакету никто так и не подошел. Может, кто-то выбросил ненужные вещи. Люди часто засоряют так лес. И уехал. А он сидит тут. Глупо. Волк уже собрался уходить. Как из пакета начало доноситься какое-то попискивание. И он зашевелился. Любопытство зверя взяло верх над осторожностью. Он тихонечко подошел к пакету и сунул туда нос. Там был маленький человеческий детеныш. Волк был немолодым и кое-что повидал на своем веку. Он встречал в лесу брошенных кошек и собак, которых привозили в лес и оставляли, обрекая на смерть. Мало кто из домашних животных, выросших в тепле и сытости, мог прижиться в диком лесу. И они погибали. Кто от голода, а кто становился кормом для диких зверей. Но чтоб вот так же поступали с собственными детенышами, такое даже зверю в голову не могло прийти. Эх, люди. Волк еще раз осмотрелся. Нет, все верно. Следы и чутье не лгут. Детеныша просто выставили из железки и уехали. Он еще немного посидел возле свертка, надеясь, что люди вернутся за своим малышом. Но начинало смеркаться. И он понял, что напрасно надеяться на лучшее. Зверь не знал, что ему делать в такой ситуации. Самый простой вариант – это маленький укус. И страдания малыша быстро прекратятся. Но он не мог так поступить. Оставить его здесь – значит, это сделает другой зверь. Волк сунул нос в сумку. И маленькая ручонка попала ему по морде, а пальчик залез в нос. Зверь аж чихнул. А ребенок заугукал и начал жалобно попискивать. Скорее всего, малыш был голоден. Волк сидел возле сумки в раздумье. Он вспомнил своих малышей. Как он любил с ними возиться. А они хватали его за уши и за хвост. Маленькими они были такими беспомощными. Надо было добывать им еду. Обучать всем повадкам взрослого зверя. За все время они не потеряли ни одного щенка. Какими трудными не были годы. Их малыши доживали до того возраста, когда сами уходили строить свою жизнь. В стае не было лучших родителей. Поэтому он просто не мог понять такого поступка людей. Вот и этот вырос бы взрослым и стал таким же жестоким. Волк не знал, что ему предпринять. Он понимал, что убить малыша он не сможет. Оставить умирать от голода или зубов другого хищника тоже не сможет. Сам вырастить тоже не сможет. Давно волк не решал таких трудных задач. Ребенок вдруг громко заплакал. Заерзал в сумке. Зверь сунул снова туда свою морду. Ребенок запустил свои ручонки ему в шерсти притих. От этих детских прикосновений сердце зверя застучало быстрее. Тепло и нежность разливались по всему телу. И тут он принял для себя решение. Он спасет этого карапуза. Чего бы это ему не стоило. Волк вспомнил, что совсем недалеко отсюда живет семья егеря. Муж с женой и трое маленьких детей. Егерь это его злейший враг. Он помогает охотникам устраивать облавы на волков. Ставит капканы. И кто его знает, может это он убил подругу волка. Но что делать? Надо что-то решать. Скоро наступит ночь. И ребенок до утра может не дожить. Этого волк допустить не мог. Он взял сумку за ручки и потащил ее перед собой. Стараясь не волочить по земле. Волк тащил свою ношу. И все думал о том, что он так долго следил за этим человеком. Хотел отомстить ему за смерть своей подруги. Ждал подходящего случая. А вот теперь от безысходности тащит ему для спасения маленькую человеческую жизнь. Оправдывая себя, волк вспомнил жену лесника. Она женщина хорошая. Животных не обижает. Всегда кормит кошку и собак, которых у них несколько. Зимой для птиц кормушки развешивает. А дети, такие ухоженные, веселые, сытые и счастливые. Всегда рядом с ней. Она не должна дать погибнуть этому малышу. Так волк убедил себя в том, что поступает разумно. Он рассчитал, что к вечеру доберется до избушки лесника. Несколько раз малыш принимался плакать. И волк останавливался. Засовывал морду в сумку. Ребенок, чувствуя его тепло, снова засыпал. А волк шел дальше. Хорошо, что ноша была не тяжелой. Не дичь какая-то. Скоро наступит ночь. А они прохладные и сырые. Вот опушка, на которой стоит дом лесника. Разнообразные запахи щекочут ноздри. Их слишком много. Волк приглядывался. Нет ли поблизости собак? Скорее всего, у них было время кормежки. А может, просто были загнаны во двор. И это хорошо. Надо подтащить ношу поближе к дому. Потом чуточку пошуметь, чтобы собак взбодрить. И мчаться назад в лес. А уж собаки помогут обнаружить малыша хозяйки. Вот ведь вроде все продумал зверь. А про бдительность забыл. Волк вдруг почуял всем нутром присутствие охотника. Он осторожно опустил сумку на землю. И подняв глаза, увидел его. Прицел ружья был направлен прямо на зверя. Что ж, с такого расстояния он не промахнется. Сколько раз прежде волк мечтал о такой встрече. Один на один. С какой бы радостью он вонзил свои клыки в горло охотника. Отомстив, наконец, за свою потерю. Дикие звери не боятся смерти. Они так отстаивают свое право на жизнь. Ведь это единственная ценность, что у них есть. И она стоит того. Волк и охотник стояли и смотрели друг на друга. И тут из сумки послышался плач. В очередной раз малыш проснулся. Зверь не знал, что ему делать. Успокаивать малыша, попытаться убежать или просто прыгнуть на охотника. Это его последний шанс. Отомстить за подругу, за свое теперешнее одиночество. За то, что у него нет сейчас маленьких пушистых задир. И ему некому таскать добычу. Волк встал в боевую стойку и приготовился к прыжку. Но в этот момент снова раздался плач из сумки. Зверь увидел, как враг опустил ружье на землю и спокойно сделал шаг ему навстречу. Чего он хочет? Без ружья против волка у него нет шансов. Звериный рык остановил охотника. И, возможно, он пожалел о своем порыве. Но в этот момент из сумки раздался пронзительный плач, и ребенок завозился. Он был голоден, устал. Ему срочно нужна была человеческая помощь. Этот голос словно пробудил и охотника, и волка. Человек смотрел на сумку удивленными глазами, а волк смотрел на него. Кажется, они поняли друг друга. Волк подошел к сумке, сунул в последний раз туда свою морду, словно попрощался с малышом, и отступил на несколько шагов назад, давая возможность подойти к ней человеку. Как только охотник наклонился над сумкой, волк в три прыжка достиг леса. Но он не убежал, а притаился в кустах, наблюдая, как трогательно и нежно мужчина взял на руки малыша и прижал его к груди, о чем-то разговаривая с ним. Бросив ружье на поляне, он поспешил к дому, к своей подруге. Та, встретив его на крылечке, прижала к себе ребенка и быстро вошла в дом. Мужчина стоял на крыльце и смотрел в сторону леса. Объяснить, что произошло, было некому. Постояв несколько минут, он вошел в дом. Волк немного посидел на опушке. Он подумал, что среди людей, как и среди волков, бывают разные особи. Едва ли каждый волк, нашедший такую легкую добычу, поступил бы так же, как он. И все же он не жалел о своем поступке. Вдруг он почувствовал, что устал и хочет есть. Пора возвращаться к своей заначке поближе. Волк хорошо знал свой лес. Тем более, теперь не было нужды выбирать хорошую дорогу. Он помчался во весь опор вглубь чаще. И было бы очень хорошо, если бы его путь подольше не пересекался с дорогой этого охотника. Кто его знает, как сложатся обстоятельства в следующий раз. А лес жил своей обычной жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok